Я бы хотел попросить у вас совета. Я ученица 11 класса, собираюсь поступить в меди-институт, но две недели назад я вдруг осознал, что не хочу тратить на учебу 8 лет. Я сам человек коммуникабельный, шустрый, и для меня зубрежка на протяжении 8 лет является адом. Каждый мне называет свое мнение, и я не могу прислушаться к своему собственному, потому что не знаю, какое оно. Помогите, пожалуйста. Ассаламу алейкум, наставник, мне 25 лет, у меня такой вопрос. Я живу с родителями, у родителей почти каждый день ссоры. Ссора из-за любовницы моего отца. Вау! Что вы мне посоветуете? Анонимно. Следующая цель – жениться в 26 лет. Я нашел девушку, которую я хотел. Богобоязненная, умная и красивая. Она меня вдохновляла. Пару месяцев назад она мне сказала, что до 18 лет у него был парень, и они занимались прелюбодеянием. Мне 43 года, и у меня трое детей, и уже двое внуков. Замужем уже 25 лет. Так получилось, что я забеременела и решила рожать. Абор делать не хочу, но муж против. Пожалуйста, не оставляйте меня без ответа. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что вы смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Поделитесь, пожалуйста, своими друзьями, своими знакомыми. Рекомендуйте наш канал, если вы читаете, что это полезно, и если она вам давала какая-то польза. Желаю вам успехов. Хочу ответить на несколько вопросов. Посмотрите под видео, есть почта. Сдавайте актуальные вопросы. Чем точнее конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу. Здравствуйте, я бы хотел попросить у вас совета. Я ученица 11 класса, собираюсь поступить в мединститут. Все шло хорошо, я училась, готовилась к ЕГЭ, единый госэкзамен. Но две недели назад я вдруг осознал, что не хочу тратить на учебу 8 лет. Я сам человек коммуникабельный, шустрый. И для меня зубрежка на протяжении 8 лет является адом. Сейчас я подумываю о том, чтобы поступить в медицинский колледж, а дальше пойти на косметолога. Но я не знаю, правильно ли я поступаю. Честно говоря, я очень решительная и непостоянная. Не знаю, что делать. Решили написать вам. Давайте, пожалуйста, совет, как мне поступить в данном ситуации. Какая ты умница, крутая. Я бы не писал, но я в недоумении. До ЕГЭ осталось 3 месяца. Это очень маленький срок. Можем не пойти в медвуз, зато будут обеспечения будущие. Но я сомневаюсь, что из меня получится хороший врач. Такими темпами. Каждый мне называет свое мнение. И я не могу прислушаться к своему собственному, потому что не знаю, какое оно. Помогите, пожалуйста. Ты умница. Ты молодец, что обращалась. Но если ты хорошо знаешь химию, хорошо учишься и так далее, ты можешь пойти стать хорошим врачом. Запомни, станешь ли ты хорошим врачом или нет. Не зависит от того, сейчас, что ты кем себе представляешь. Она зависит от того, какое решение ты принимаешь. И есть ли у тебя таланта на это направление. Например, кому-то дано талант, сильный талант быть врачом, а кому-то дано сильный талант Богом дано талант быть финансистом и так далее. Но судя по всему, то, что ты говоришь, медколледж или мединститут и так далее. Конечно, понятие мединститута у него шансов больше, возможностей больше. Но если ты готова работать над тем, чтобы стать хорошим врачом, сильным врачом, если ты действительно себе видишь свое будущее успешное и так далее, не слушай советы многих людей. Что тебе вдохновляет внутри? Что тебе внутри действительно согревает душу? Вот это выбирай. А почему зубрежка? Мне надо зубрировать, не надо. Если ты будешь учиться и делать, учиться и делать, это не будет зубрежка. Это будет смысл жизни. Это будет твой, знаешь, ступенька к тому, чтобы ты стала реализованной девушкой. Судя по всему, как ты задала вопрос, ты очень умная девушка. Иди в медицинский вуз. Однажды поймешь, там у тебя больше шансов. Иди там, где лучше, а не где легче. Я повторяю, иди туда, где лучше, а не где легче. Хорошо, дорогая моя? Когда-нибудь станешь хорошим врачом. Приду к тебе на лечение, когда на старости. Ассаламу алейкум, наставник. Мне 25 лет, у меня такой вопрос. Я живу с родителями, у родителей почти каждый день ссоры. Ссора из-за любовницы моего отца. Вау! Это уже как минимум 10 лет продолжается. Я хочу приехать жить в другом месте отдельно от родителей, но покинуть их тоже нехорошо. Я им говорю, не ссорьтесь. А они мне говорят, что это их жизнь. Отцу уже 54. Мне тяжело жить, когда у моих родителей ссоры. Что вы мне посоветуете? Анонимно. Да, бывает такое. Иногда бывает такая ситуация в жизни. Но я хочу тебе сказать, не лезь в их жизнь. Принимай их, как и они есть. То, что они между собой ссорятся, это не означает, что они тебя не любят. И ты не должен отказаться от них, или уйти из стороны и так далее, только потому, что, ну, случилось так. Жизнь бывает такой ситуации, что там случилось так, что у отца появилась любовница или кто-то. Я не знаю, это хорошо или плохо, но это факт. Это действительно факт. Но честно тебе скажу, в молодости я много раз слышал о том, что у людей с любовницей в молодости мне показалось, что это круто. И многие мужчины, наверное, мечтают о том, чтобы вокруг них было много девочек и так далее. Мне тоже показалось, что это было круто. Но сейчас тебе скажу, это глупо. Имея сегодняшний ум, я тебе скажу вот что. сделать одну женщину, хотя бы с счастливой в жизни, это большое достижение для мужчины. Не каждому мужчину удается сделать свою жену счастливой. Я не одобряю гулять, многоженство, я не одобряю. Один мой друг неделю назад мне сказал, так, я хочу вторую жену. И он меня спрашивает, настальник, что вы мне посоветуете? Я ему сказал, как ты думаешь, счастлива ли твоя первая жена? Он сказал, думаю, да. Я говорю, это ты-то хочешь. Может быть, это не так. И он мне сказал, что он вырос в среду, где люди говорят, ну, одну жену тебе и так и так дадут. Если ты мужчина, найди вторую, третью и так далее. А, конечно, в западе эти любовницы, а в востоке это вторая жена, третья жена. Это какое-то больное общество, честно скажу. Я не поддерживаю эти вещи. Одну жену сделать счастливой, хотя бы одного человека, это большое достижение. Сегодняшний мой возраст это говорит. В молодости у меня тоже было другое мнение, потому что среда, которая выросла, либо имели несколько жен, либо любовницы и так далее. Это выглядело как-то круто. А я сейчас говорю, нет. Нет. Поэтому ты должен, брат, хороший пример от этой ситуации. Ты должен стать мудрым. Ты должен, брат, хороший пример. Судя по всему, ты парень, я так понял. Даже если ты девушка, бери хороший пример. Поэтому не лезвие их, жизнь. Пусть они взрослые сами найдут общий язык. Ты им скажи, отец, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Служи им. Принимай их, принимай их как родители, со всеми их недостатками и достоинствами. Пойми, у всех людей есть недостатки или достоинства. Есть за что любить родители. Поверь, это правда. Здравствуйте. На протяжении несколько лет занимаюсь бизнесом и самосовершенствованием. Мне 24 года. Альхамдуллило. До сегодняшнего дня я ставил цели и достигал. Следующая цель – жениться в 26 лет. Я нашел девушку, которую хотел. Богобоязненная, умная и красивая. Она меня вдохновляла. Пару месяцев назад она мне сказала, что до 18 лет у него был парень. И они занимались прелюбодеянием. Я прости ее, но эта мысль не дает мне покоя. Потому что такого жену я точно не хотел. Потому что я буду жить с ней всю свою жизнь. Мне бросить ее и найти другую? Или как мне поступить правильно? Ваш совет очень ценен для меня. Заранее спасибо за совет. Знаешь, брат мой, я тебе скажу вот что. Такое бывает в судьбе. Такое случается. Ты спрашивай свое сердце, если ты любишь ее, если можешь простить ее, женись на нее. Знаешь, люди ошибаются. Иногда бывает такое. Ничего не поделяешься этим. Конечно, здорово, если ты будешь первым. Если ты будешь первым мужчиной в его жизни, это очень хорошо. Это здорово. Но если ты встретил человека, который ошибался, бывают жизни, ошибаются люди, и он сожалеет об этом. То есть она сожалеет об этом, и действительно она хочет построить с тобой счастье. И она тебе правду говорила откровенно. Она тебе не обманывает. И не пытается обмануть. Она изменилась, она знает свою ошибку. Она умеет тебя уважать, любить, женись на нее. Иначе потом сожалеешь. В своей жизни я много встретил разных людей, необыкновенных историй, необычных историй. В моем случае был такой человек, как ты, который мне рассказывал свою историю, что вот именно по такой случае, что вот он узнал, что она раньше с кем-то встречалась, и она была недействительницей, он не женился на нее. Он сказал, я расстроился и разочаровался, и не женился на нее. И прошли годы. Это человеку было за 50 лет, но прошли годы, и он сказал, что я так сожалею об этом, потому что до сих пор люблю ее. Я так люблю, говорит, эту девушку, до сих пор. И жизнь прошла, говорит, мимо меня. Я так и другого не мог полюбить. И была причина того, что так. А вы знаете, если вы любите, научитесь простить, пожалуйста. Идеальных людей нет. Научитесь простить, если вы можете любить. Конечно, если мой рассказ лечит религиозные люди, но не верующие, будут отрисать, игнорировать. Но чтобы девушки были такими, их надо воспитать в детстве. Их надо воспитать в семье, что старайся, кроме своего будущего мужа, ни с кем не встречаться. Старайся, кроме своего будущего мужа, не любить никого. Если ты не будешь встречаться, общаться с кем-то посторонним, и когда ты выйдешь замуж, у тебя есть шанс любить своего мужа, но если ты в детстве или там, не знаю, симпатизируешь того актера, и ищешься этим общаться, с тот поговорить и так далее, соответственно, тяжело построить свое счастье. Вот такие ошибки потом происходят в жизни. Поэтому, что к дальний момент, поскольку не та девушка обращается ко мне, а ты мне, ко мне обращаясь, я тебе еще раз скажу, если ты любишь, женись на нее, и забуду об этом. Что важнее для тебя, будущее твое счастье или то, что произошло раньше. А если ты не можешь ее простить, тогда ищи другую. Это твоя жизнь. Решайся сам. Это твоя судьба, дорогой мой. Но я дал тебе мое точка зрения. Если я был бы на твоем месте, я любил бы эту девушку, как ты говоришь, она красивая, умная, мудрая. Я женился бы на нее. Кто не ошибается в жизни? Хочешь сказать, что ты не смотрели никакие другие девушки до этого момента? Давай по-честному. Ты хочешь сказать, что ты никогда не смотрели на других? Никого не симпатизировал до этого времени? Я не могу этому верить. Так что прости. Но хотя дай Аллах, чтобы ты был. Если ты такой, я буду преклоняться каждому мужчину, который стал единственным до конца жизни, верным. Это было бы здорово, конечно. Здравствуйте, наставник. Меня зовут Дилия. Живу в России. Всегда смотрю ваши видео и многому уже научилась. Спасибо, Дилия, за обращение. Многие ваши советы дают свои результаты. Мне нужен ваш совет. Мне 43 года и у меня трое детей и уже двое внуков. Замужем уже 25 лет. Так получилось, что я забеременела и решила рожать. Аборт делать не хочу, но муж против. Во время декрета планирую заняться сетевым бизнесом в сфере инфобизнеса. Муж вообще против. Считает, что это лохотрон. Иногда мне кажется, что он просто ушел, развелся со мной. Что делать? Не знаю. Помогите советам. Мне не страшно. Я знаю, что справлюсь. Даже если будет трудно. Я боюсь скандалов в доме. Пожалуйста, не оставляйте меня без ответа. Мне очень нужен ваш ответ. Дилия, дорогая моя, вы замечательная женщина. Вот мой совет. Скажу так. Рожайте. В вашем возрасте это чудо. Просто классно. Потому что ребенок, который после 40 рожаете, он очень мудрый, очень умный, очень сильный, вырастет. Рожайте. Это будет Богом дано. Не идите против плани Бога. Рожайте. Откуда вы знаете? Может быть, это есть предпредитуты. Именно тот ребенок, который станет причиной изменения судьбы миллионных людей. Так что рожайте. А что касается то, что муж против того, что вы занимаетесь бизнесом, я могу вам сказать об этом. Мужчине сопротивляется только в двух случаях. В основном, первый случай, который сильно упирается мужчине, сопротивляется только потому, что вы не советуете с ними. Надо мужчине посоветоваться. Всегда надо мужчину говорит. Как ты думаешь, дорогой? Можно я делаю так? Можно я делаю так? Можно я так? Например, двигатель можно займусь с тобой маркетинг? Это общение мне помогло бы. Это мне поддерживал бы. Это я бы ходил. Или как это небольшой доход я получил бы. Может, возможно, и большой доход по строльбе. Если я пока не попробую, я же не знаю. Я не хочу с тобой скандаля, не хочу с тобой ссориться. А это как раз мне помогло бы улучшить наши взаимоотношения и так далее. говорите ему. Понимаете? Иногда просто мужчине они действительно соправляются только потому, что женщины не просят их. Как вы делаете обычной женщине? Вы сами сначала делаете, потом мужчину ставьте в курсе дела. И говорит, я решила заниматься с тобой маркетинг, я решила пойти туда, я решила это. И это задевает мужской самолюбие. Это очень сильно задевает мужской самолюбие. Найдите мою книгу, прочитайте, что не знаешь женщины о мужчинах, что должно знать мужчина-женщина, и вы поймете. Это сильно задевает. К сожалению, это так. Поэтому, знаете, у меня в практике было много случаев, когда мужья были против, что жены учились, мужья были против, что жены занимались с тобой маркетингом, были против, чтобы жены занимались какие-то лиды вообще бизнесом. Были много случаев, такие аналогичные случаи, было очень много. А я вам что рекомендую? Пожалуйста, вы просто дома, дома, включите иногда вот в ютубе, вот наши, какие-то нибудь, не знаю, мои тренинги, например, стратегии мышления богатых и бедных, или что-то нибудь такое, включите, просто ходите. Просто ходите, убирайте, что-то делайте. Сначала он игнорирует, вот так будет. Говорит, ой, выключи, то пятьдесят. А потом, через некоторое время, он говорит, послушай, вообще неплохие вещи говорит. Потом, через некоторое время, он дойдет до этого. Сначала он упрямство проявляет, но потом он признает. Поверьте мне, много раз были такие случаи, что как минимум, я знаю, больше 10-20 таких случаев, когда потом мужья сами начали учиться, сами начали помогать, и сами начали стать консультантом для своих жен, чтобы они хорошо занимались с тобой маркетингом или какие-то там направления. Были много раз такие случаи. В моем практике были много раз. Вот. Дорогие друзья, рекомендую вам, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Создавайте актуальные вопросы, я с удовольствием отвечаю. В комментариях пишите в вашем опыте, что было, в вашем сознании, что было. В комментариях пишите, пишите, что вы думаете об этом. Видите, какие необычные вопросы мне зададут. Иногда порой очень трудно на них ответить, потому что один взгляд мог быть справливым, другой не очень. По отношению к кому-то ты справливее, но это мог доказаться по отношению другого человека не очень. Поэтому найти эту средину, которая укрепляет семья этих людей, всегда затруднение, затруднительно. Поэтому иногда всегда затрудняешься на самом деле. Поэтому, дорогие мои, берите примеры, пишите в комментариях хотя бы 3-5 вещей, которые вы поняли. Желяю вам счастья.